На 2,5 миллиарда долларов планируется увеличить объем торговли Приморья с Китаем в 2024 году. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяка. Перспективы сотрудничества обсудили на встрече с секретарем политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чень Вень Цином. И наша задача на региональном уровне продолжить этот диалог. Президент России Владимир Владимирович Путин во время встречи со мной в апреле одобрил эти шаги Приморского края в развитии нашего двустороннего сотрудничества. Губернатор подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, непростую международную обстановку, сотрудничество между Приморьем и Китаем продолжает динамично развиваться. Так, доля Китая во внешней торговле края в прошлом году составила две трети. Товарооборот за год вырос на 46% и составил 7,5 миллиардов долларов. Кроме того, мы совместно с нашими китайскими партнерами предприняли все меры по увеличению пропускной способности наших пунктов пропуска. В результате в 2023-2022 году количество автораспортных средств увеличилось на 77%, а по грузам почти на 25%. Чень Винцин в свою очередь подчеркнул, что на сегодняшний день Приморский край является центром экономики, культуры и внешних связей Дальнего Востока. Социально-экономическое развитие Приморья достигло значимых результатов, и мы видим хорошие перспективы, готовые развивать межрегиональное сотрудничество, в том числе и в области безопасности. По его словам, все предложения губернатора Олега Кожемяка соответствуют высокому уровню китайско-российских отношений. Согласен, что мы должны укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество в сфере логистики и инвестиций. Китай приветствует экспорт российских морепродуктов, строительство нового пункта пропуска и сопутствующей инфраструктуры. Наши компетентные органы готовы включиться в работу по вопросу прохождения через государственную границу, чтобы повысить пропускную способность пунктов пропуска. После пандемии коронавируса укрепляется сотрудничество в сфере туризма. Китай разрешил перевозить внутренние товары транзитом через Владивосток. Это очередной прорыв в наших торгово-экономических отношениях. Будет больше китайских предприятий, которые готовы инвестировать в Приморский край. Надеемся на вашу поддержку и дальнейшее сотрудничество. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.